Постоянные протечки кровли вынуждают жителей бить тревогу. Особенно, когда такая неприятность происходит во время планового капитального ремонта. Например, в доме 8А по улице Беляева в микрорайоне Бахчеванджи. Во время осенних дождей залило потолки и стены не только на верхних, но и на нижних этажах. По обращениям недовольных жильцов регулярной проверки, качество работ проводит глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин. Неделю назад на крыше многострадального дома 8А рабочих он вообще не обнаружил. На этот раз они присутствовали, но выполнять план не торопились. А вы отдыхаете в улице? Что вы там делаете? Людей затопило до первого этажа. Понимаете? Сегодня, когда мы туда прибыли, вот что мне не понравилось, это то, что люди сидят, они работают. Возможно, что у них был перерыв, возможно, что это совпало, но на мой взгляд, в то время, когда мы ждем похолодания, не совсем правильно будет отдыхать. Тем более, с утра. Тем не менее, результаты повторного инспекционного объезда обнадежили. Работы уже сдвинулись с места. Надо отметить, что плановый капитальный ремонт проходит в рамках федеральной программы Московской области и осуществляется за счет средств жителей. Подрядчиком работ по ремонту кровли выступает компания ООО «Крат». Я так думаю, что все-таки не совсем профессиональный субподрядчик. Не совсем профессиональный. Поэтому была нарушена технология, в результате чего в период дождей появились протежки. Наверное, и наша ошибка в этом тоже есть, потому что надо все-таки технические задания давать таким образом, чтобы люди не искали субподрядчиков потом, а приходили со своими силами и средствами, и выполняли работы как положено. Идет процесс ремонта кровли на доме 7 по той же улице Беляева. Александр Шалыгин отметил, что такие результаты ожидал увидеть еще неделю назад. Положительно оценил и ход работы по улице Институтская 20 в микрорайоне Чкаловский. Все крыши по плану должны быть отремонтированы уже к началу октября. Расслабиться подрядчику не удастся. Александр Шалыгин обещает контролировать работы до полного их завершения. По сравнению с тем, что мы видели до этого, работы сдвинулись. Очень позитивно. Во всяком случае, я сегодня увидел то, что хотел увидеть в первый свой приезд на эти объекты. Поэтому думаю, что к концу работ мы еще раз посетим, посмотрим уже результаты, качества. Марина Познякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».